Совет депутатов решил избрать на должность главы Ленинского городского округа Московской области оборенного Дмитрия Александровича сроком на 5 лет. Началось мероприятие с торжественной присяги, которую принес Дмитрий оборенов, официально вступая в должность главы Ленинского городского округа. Вступая в должность главы Ленинского городского округа, клянусь, соблюдать конституцию Российской Федерации, устав Московской области, устав Ленинского городского округа, уважать и защищать права свободы человека и гражданина, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Ленинского городского округа. После поздравлений, прозвучавших со сцены, глава округа перешел к отчету об итогах деятельности администрации муниципалитета за 2020 год и планах на ближайшее будущее. Документ получил название «Ленинский городской округ. Развитие задачи и перспективы». Как отметил губернатор в своем обращении к жителям региона, важным правилом нашей работы остается постоянная связь с людьми, стремление учесть их мнение и подробно разъяснить логику наших действий. Дмитрий Оборенов отметил, что прошедший год был непростым из-за пандемии коронавирусной инфекции, тем не менее власти округа смогли показать достойные результаты работы. В рейтинге 50, который проводится на территории Московской области, Ленинский городской округ по итогам 2020 года занял 12 место. По 30 показателям из 50 муниципалитет в течение 2020 года находился в так называемой «зеленой зоне». Из них 15 показателей – это первые места в общеобластном рейтинге. В своем отчете Дмитрий Оборенов отметил, что в округе сохраняются высокие темпы жилищного строительства. За 5 лет возведено 3 миллиона квадратных метров жилья. Ведется активная работа с обманутыми дольщиками. При поддержке правительства Московской области в 2020 году введены в эксплуатацию 6 корпусов проблемного ЖК «Видный город». По одному корпусу в микрорайонах «Зеленой аллеи» А и Б «Березовая роща». Всего было введено порядка 2,5 тысяч квартир. Тема строительства школьных и дошкольных учреждений также нашла отражение в отчете. Дмитрий Оборенов озвучил планы на ближайшую перспективу. В ближайшие три года Ленинский округ, такую задачу мы себе ставим, должен выйти на первое место по темпам строительства социальной инфраструктуры. В ближайшие два с половиной года мы планируем построить порядка 10 общеобразовательных школ и столько же дошкольных учреждений. Также глава муниципалитета рассказал о планах по развитию дорожной инфраструктуры округа. Мы говорим и про Восточное, Бутово, и Римский квартал, и Государев дом. Все эти проблемы могут решаться только комплексно, начиная от перенастройки режима светофоров и пуска дополнительных маршрутов транспортных до строительства новых выездов и развязок, а также расширения действующей транспортной инфраструктуры. В этом году мы должны завершить строительство выездов из 6 микрорайона Зеленой аллеи на трассу М4 Дон. Кто смотрел обращение нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, был отдельный слайд о том, что в ближайшее время начнется реконструкция Володарского шоссе и Каширского шоссе. Отдельно Дмитрий Абаренов отчитался о мероприятиях по благоустройству и поставил задачу на ближайший год. За пять лет в округе благоустроено 86 дворов. Мы поставили в этом году вместе с нашим советом депутатов очень амбициозную задачу в текущем году выполнить благоустройство порядка 50 дворовых территорий. До конца 2022 года отремонтируем еще 140 многоквартирных домов. Но здесь хочу подчеркнуть, что мы сейчас находимся в тесном диалоге с Фондом капитального ремонта Московской области. Эта цифра будет существенно увеличена уже на текущий год. Заменим порядка 80 лифтов. На данный момент рассматривается вопрос ремонта домов, расположенных в историческом центре города. Также в своей речи глава округа осветил вопросы общественной безопасности, медицины, экономики и социальной политики. В заключении выступления он поблагодарил всех, кто помогает в работе над улучшением жизни граждан муниципалитета. Я хотел бы сказать слова благодарности губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству Московской области за ту поддержку, которая сегодня есть Ленинскому городскому округу, а также всем, кто работает с нами на местах, в том числе правоохранительному блоку, депутатам и волонтерам, общественникам, старшему поколению, нашим заслуженным ветеранам и почетным гражданам, кто вносит заметную лепту в развитие Московской области и Ленинского городского округа. Посмотреть полные выступления главы Ленинского городского округа можно в социальных сетях нашего телеканала. Максим Козлов, Елена Кошлева. Видное ТВ.